Прогноз для этой молодой женщины, к сожалению, неутешительный. К 40-50 годам ее тело перестанет слушаться. Нервные клетки постепенно начнут отмирать. О редкой генетической болезни Харея Гентинтона, жительница Барнаула Екатерина Лемаева, узнала три года назад. Первая реакция – растерянность и страх. О недуге почти ничего неизвестно. Никак лечить, ни к кому обращаться за помощью. Люди рождаются, которые не могут сами себя обслуживать, а тут человек такой становится. У него пропадает речь, нарушается координация. Он у него начинает все кидать, бросать. Потихонечку так сходит с ума. К редким заболеваниям в России официально относятся 224 заболевания. Но только 24 из них имеют поддержку на региональном и федеральном уровнях, то есть регулярное финансирование. Эти больные, в стране их больше 17 тысяч, бесплатно получают препараты, лечебное питание, поддерживающую терапию и прочие меры социальной поддержки. Болезнь Харею Гентинтона, как и многие другие, в этот белый список не включили. А 17 тысяч, это вообще большая цифра? Это регистр 24. Остальным по большому списку 224 статистика не ведется. В крае от редких заболеваний, по которым все же статистика ведется, страдают почти 200 человек. Большая часть из них – дети. Только за этот год на их лечение направили больше 100 миллионов рублей средств из краевого бюджета. Но в следующем году часть редких пациентов, обещают медики, переведут на баланс федерации. У нас переходит на федеральный уровень 21 человек конкретно, из наших 187. И что приятно, что это именно дети. Им будут покупать лекарственные препараты Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это такие заболевания, как мукополисахаридоз первого, второго, шестого типа. Это ревматоидный артрит, системное начало. Это серьезная поддержка, говорят медики. Ведь лечение только одного пациента с редким заболеванием может достигать 125 миллионов рублей в год. Впрочем, в помощи нуждаются еще тысячи людей, страдающие от редких патологий, что не входят в заветный список. Специалисты из Санкт-Петербурга говорят, расширить список орфанных заболеваний возможно. Все в руках самого пациента. Они сами должны бороться за свою жизнь и стучаться во все двери. К слову, так и поступила Екатерина Лимаева. Она добилась, чтобы дорогостоящие лекарства от Гентингтона внесли в список льготных на уровне региона. Другой вопрос – лишь бы хватило времени и сил остальным тяжелобольным людям. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.